Активисты выйдут на улицы Харькова, чтобы следить за порядком. Говорят, решили предложить свою помощь правоохранителям из-за сложной ситуации в городе. Патрулировать будут как совместно с силовиками, так и самостоятельно. То есть это уже идет конкретная работа по взаимодействию, прежде всего, ГСО, и не только правосектора и прочих, и громадской варты, и других наших организаций в плане проведения контроля над тем, что происходит в городе Харькове, и патрулирования, и особенно мест массовых скоплений людей и каких-то особенно важных объектов. Оно, может быть, даже будет более эффективное, потому что, ну, практически, скажем так, когда идет милиция, ее видно, когда идут наши гражданские люди, то их не видно. Активисты уверены, взаимодействуя с силовиками, новая организация гражданского общества сможет защитить город от российской агрессии. А потому волонтеры общественной организации в Харькове создали еще и информационный центр. Мы хотим показать, прежде всего, нашим силовикам и проконсультировать их в некоторых вопросах, что нужно делать. У нас есть свои предложения. Мы будем контролировать действия власти, в том числе и в штабе, по поводу территориальной обороны. Новообъединенная организация собирается оказывать еще и консультативную помощь, сотрудничая с волонтерами, правоохранителями, нацгвардией и армией. И мы видим уже, что есть очень много вопросов, как с точки зрения законодательства. То есть люди, которые организуют все эти вопросы, они не всегда подготовлены для того, чтобы их решить. И чтобы не было потом это как злоупотребление, мы на этапах профилактически проверяем, как используются документы, как используются средства, как эти работы реально выполняются. То есть мы выполняем функции ежедневного контроля вместе с теми людьми, которые непосредственно работают на объекте. Активисты планируют не только помогать силовикам, но еще оперативно и достоверно информировать харьковчан о ситуации в области. К тому же в информационный центр сможет обратиться каждый желающий и получить простейшие навыки оказания первой медицинской помощи и самообороны. Инна Степанишина, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.